Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 25 ноября 2018 года и за моей спиной находится банк Первомайский, у которого 23 ноября Центральный банк России отозвал лицензию. Вот, ну, что скажу, что именно вот в этом банке мы проводили все платежи коммунальные за нашу старую квартиру на улице Крестьянской. Ну, банк, в общем-то, как банк. Единственное, конечно, были нарекания в его сторону, что уж очень здесь были большие всегда очереди. Хотя работал 4 кассы, но порою придешь просто квитанцию заплатить и сидишь минут 30-40. Это вот минимум. Редко, когда удавалось сразу же подойти и оплатить. Хотя оплатить квитанцию за коммунальные платежи, это буквально, ну, минуты 3 от силы. Ну, вот такое известие 23-го числа пришло. Посредством массы информации сообщили, что у банка, у этого банка отозвана лицензия. В связи с тем, что он допускает нарушения в своей кредитной политике, очень рискованную кредитную политику ведет. Кроме того, банк подозревали в отмывании, подозревают в отмывании денег и финансировании террористической деятельности. Ну, это так просто подпадает под такую вот статью. А на самом деле, ну, это еще нужно, конечно, выяснить. Очереди здесь были всегда большие. И порой стоишь, и действительно, то там кто-то в Армению деньги переводит, то кто-то на Украину. Причем это все делается там через какие-то там системы такие очень непонятные. И постоянно, вот один человек мог отправлять перевод в ту же Украину, буквально, ну, стоять полчаса. И вот его вся очередь ждала. Еще в этом банке есть ломбард, и там тоже те, кто идут в ломбард, они тоже пользовались, как говорится, правом оформлять свои бумаги там и вне очереди. Поэтому очень как-то так неприятно было. Ну, что сейчас? Сообщают, что здесь будет назначена администрация, и уже будет решено, что делать. То есть, или дальше банк будет существовать и как-то выходить из своего кризиса, или он будет просто ликвидирован. Вот. С 7 декабря начнутся выплаты страховые. А что стоит работать? Ну, не знаю, видимо, по каким-то вопросам будет. Вообще, я считал, что с 7 декабря начнутся выплаты страховых. Такая, надо документы сначала на форму. Как бы не будет выплачивать? Ну, не знаю. Вот сейчас женщина тоже возле банка стоит, и у нее вопросы. Она брала в банке кредит, и теперь говорит, что делать, куда обращаться, непонятно, как дальше. Ну, то есть, конечно, это все неприятно с этими банками, с этими лицензиями. Вот. Это уже вот второй банк закрывается на моей памяти в Анапе. Сначала был банк образования, который здесь на улице Крымской у него офис располагался. Вот. Ну, вот теперь банк Первомайский. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова